Спасибо большое. Сейчас мы представляем Юрия Бичонского. Он ведущий специалист трансперсональной школы в Эстонии. Юрий Бичонский. Итак, я предлагаю вам путешествия из прошлого в будущее. Защищаем прошлое, определяя будущее. Но в нашем пути из прошлого в будущее мы всегда должны столкнуться с настоящим. Итак, много-много лет назад, когда я был все еще до того, как я потерял мой ум и стал трансперсоналистом, я был учителем истории. И когда я объяснял своим студентам, почему важно учить историю, я говорил, как вы можете делать хотя бы один шаг в будущее, не зная того, откуда вы пришли. Продолжаем. Итак, в психотерапии, что мы, собственно, делаем, это мы очень много фокусируемся на регрессии. Давайте поймем, почему у нас такие психологические проблемы. Это потому, что мама не любила раньше. И почему я выбираю смотреть на это так? Когда человек приходит к терапевту, и этот человек не знает ничего о трансперсонализме, он приходит прямо с улицы, и он просто представляет какую-то проблему. Проблема простая. И этот симптом, как я вижу, таким образом, что мы должны определить, что произошло в прошлом. Мы должны задать два важных вопроса. И эти вопросы как давно это произошло, и что происходило все это время в твоей жизни. Эти вопросы очень важны, потому что они заставляют клиента проснуться, потому что человек загипнотизирован своей проблемой. Но мы должны посмотреть в корень симптома. Это называется регрессия. И когда мы смотрим на регрессию, мы знаем, что большинство наших психологических проблем родом из детства. Итак, мы должны помнить, что жизнь начинается с рождения, и была также прошлая жизнь. И если вы говорите с клиентом таким образом, вы должны сделать один шаг во времени. Это очень просто. Давайте закроем глаза. Я не хочу, чтобы кто-то сейчас загипнотизировал. И я хочу, чтобы вы вообразили, представили себе небольшую карту, стоящую перед вами. И этот маленький ребенок — это вы. В вашем сознании, когда вы смотрите на этого ребенка, ответьте, кто этот ребенок. Сколько ему лет? Посмотрите на его лицо. Что вы видите? И вы видите то, что вы видите, и чувствуете то, что вы чувствуете. Вы единственный, кто это знает. Что этот человек, ребенок чувствует? Что мы, собственно, делаем? Мы создаем диалог между ребенком и взрослым. Так как поиск внутреннего ребенка — это религиозный путь, и раненый внутренний ребенок — у него есть духовная рана. Итак, еще, еще, еще. И вот как это работает. В нашем пути из прошлого, настоящее, а потом в будущее, я скоро по будущему еще скажу пару слов. У нас есть две другие части. Верхняя часть — это наше высшее сознание. То, что внизу, а тут написано, никаких клоунов на моей вечеринке. и что-то притащило своего дружка. Я хочу, чтобы эта часть была внутренним терапевтом, внутренним проказником, которая все время портит внутреннюю гармонию. Вот это вот спасение этой креслины, если бы так ее можно назвать, нашей частью. Итак, сверху — это наш ангел, а с ним — это наш внутренний дьявол. И у нас может происходить битва между этими двумя сущностями внутри. Давайте посмотрим, что такое наше «вышнее Я». Вышнее Я — это персонификация нашей высшей части нашего сознания. Иногда оно его определяет как «сверхсознание». И эта часть существует в различных философиях. В общем, мы его прослеживаем. Мы можем проследить в разных философиях, как в еврейской коммуне. Это связано с то, что называют в ебре «нешама», которое означает «душа». То, что они называют «гебр» и «шаман», то, что мы называем «душа». Например, в христианстве мы называем это «ангехранитель», некоторые называют это «сознание Христа», «трансперсональное Я» и «глубокое Я». Пожалуйста, следующий. Итак, и здесь у нас Карл Юнг, это психоаналитик. Но вот что сказал Карл Юнг. Поведение людей связано не только с тем, что произошло в прошлом, но и то, что люди представляют себя в будущем через цели и надежды. Это очень просто. Мы, человеческие существа, я говорю «мы», потому что я здесь не лучше, чем кто-либо. у нас есть очень-очень интересные проблемы. Они вызваны разными состояниями окружающей среды. И одна из проблем – это страх перед изменениями, потому что изменения – это неизвестное. Я сейчас сделаю кое-что, и я это сделаю из любви к вам. Я помогу вам за одну минуту побороться со страхом изменений. Это очень просто. Я хочу, чтобы вы представили, что десять лет прошло, уже двадцать лет прошло, ничего, ничего вообще не изменилось. Вы все еще в том же месте, где и были в вашей жизни, на той же работе, в тех же отношениях. Если у вас это не вызывает страх, то, пожалуйста, посетите психиатра. Теперь у нас два выбора. У нас есть страх изменений и страх того, что ничего не поменяется. Какая из этих двух историй страшнее? Пожалуйста, следующий. У нас здесь еще один-другой психоаналитик Альф Френтандер. Наше поведение определяется в основном будущем, которое мы представляем себе. Но наши цели и ожидания важнее. И тут следующее есть такое определение. Да, пожалуйста, прочитайте, кто знает немецкий. Геманшерль Гефу. Это означает социальный интерес. Что такое наш личный социальный интерес? Почему мы делаем то, что мы делаем, чем занимаемся? Это не вопрос больших денег или богатств. Вопрос гораздо более широкий, потому что одно из предложений, которые мы повторяем, это то, что все, что вы заслужите, все равно оставить для следующих поколений. И вот Маслов, который предлагает, что мы спросим людей, что такое философия будущего, что такое идеальная жизнь или жизнь. И через этот вопрос мы получаем ответ и важный ответ на тот вопрос, какие нужды у них не удовлетворены или должны быть удовлетворены. Если такие вопросы мы задаем и нам отвечают, я даже не знаю. Это ужасно. Представляете, это не иметь никакого плана. это как ехать на машине и не видеть ничего впереди себя. И когда вы думаете, о, боже, моя жизнь выглядит как какой-то несчастный случай, вот вам причина следующая. Даже Станислав Грофс. Потому что он говорит, я верю, что самое важное в будущем нашего планета это развивать такие инструменты, которые могут поменять сознание, которое создало то кризисное положение, в котором мы находимся. Следующее. Так, тут у нас какая-то цитата от Будды, некоторая цитата от Будды, мне трудно от ее читать, потому что у меня есть некоторое противоречие. не оставайтесь в будущем, в прошлом не думайте о будущем, сконцентрируйтесь на настоящем моменте. Да, это важно. Следующее. Следующее. Но вот в Буддистской традиции Матрея придет на Землю в будущем, и мы достигнем полного просветления. наше сознание может убежать в будущее. Понимаете, сейчас у меня такие страдания, потому что у меня было тяжелое детство. и это моя причина, чтобы у меня была паника и разные расстройства психические. Или мы можем беспокоиться о будущем. Что, если потеряем мою работу? Что, если мое отношение закончится? И единственная вещь, которая существует здесь и сейчас, это наше тело. С этой стороны иногда нам нужно просто сфокусироваться на настоящем и почувствовать, где наше тело и что оно нам пытается сказать. Итак, что я хочу сказать. Мы должны помнить о прошлом, учиться из него. Мы не можем помнить о прошлом. Мы не можем помнить о прошлом. Когда я вижу людей с проблемами, я понимаю, что они не вынесли урок из прошлого и наступают по много раз на те же самые грабли. И это касается не только политики, но и остальных сфер нашей жизни. Иногда я слышу, что мой третий муж был точной копией второго мужа, а второй муж был как первый. Вы просто повторяете одну и ту же ошибку. Можно мне задать вопрос? А какая была разница между этими тремя мужьями и вашим отцом? О! Итак, помните про прошлом. Учитайте из него уроки, но живите настоящим здесь и сейчас. Но имейте надежды на будущее. Что бы я хотел улучшить в моей жизни и в среде вокруг меня? Потому что окружающая среда – это тоже цель. Наша основная мысль – это то, чтобы внутренний ребенок мог играть и сменяться. И еще никогда не поздно иметь или прожить счастливое детство. Самое важное – наша цель – это светлое будущее. Прошлое, настоящее и будущее. Меня пригласили друзья. И вот я ехал на машине по указанному адресу. Мой GPS сломался. То есть, навигатор сломался и я потерялся. Я позвонил тому человеку, который меня пригласил и сказал. «Знаешь, я потерялся, можешь мне указать путь?» И этот человек сказал мне, скажи мне, где ты сейчас и я тебе скажу, когда ехать. И тогда я открыл окно машины. И я спросил у человека, который просто проходил мимо. Он сказал, пожалуйста, помоги мне, где я вообще нахожусь. «Подскажи мне». Он мне сказал, что ты сидишь в своей машине. «И я тогда спросил у него, вы случайно не занимаетесь транспорциональной психотерапией?» «А как вы знали?» «Потому что ваш ответ был совершенно мне бесполезен». «Николай, я видел его название?» «Николай, вы боитесь, да?» «И я не знаю, что я ничего не буду». «Николай, я не могу не делать, да?»